Библейский портал экзегет.ру представляет Тринадцатая глава книги «Премудрости Соломона» Она будет прочитана в синодальном переводе для библейского портала «Экзегет». И она продолжает тему заодно и предшествующими главами. Очень подробно и важно ее разобрать автору этой книги. И смотрите, он пишет о том, что Господь наказывает язычников, подробно об этом в двенадцатой главе было, но не для того, чтобы их уничтожить, а для того, чтобы их побудить к покаянию. И делает это с милостью, делает это постепенно, оставляя место для этого самого покаяния, не уничтожая их полностью сразу. Но а в чем же проблема с язычниками? Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было видений о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника. Но виновник здесь не совсем так, как современное понимание этого слова выглядит. Это причина. Первопричины они не познавали. Человек может, даже глядя на мироустройство, познать свойства Творца. И вот они этого не сделали, язычники. А почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух. Это знаменитый спор греческих философов, какая стихия является первичной. Или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, приняясь их красотой, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь. Ибо он, виновник красоты, ну, то есть источник первопричины, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Ну, то есть первопричина. Значит, глядя на этот мир, мы видим, что он сложен, он прекрасен. И, соответственно, мы понимаем, что тот, кто его сотворил, он в еще большей степени наделен этими свойствами. Хотя и слово «наделен» к нему не подходит. Он источник этих свойств. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти его. Потому что, обращаясь к делам его, они исследуют и убеждаются зрением, что все, видимо, и прекрасно. Вот смотрите, это же некоторая апология науки, некоторая апология стремления опознавать мир. Очень часто религиозность в самых разных традициях, не исключая христианских, сочетается с некоторым мракобесием. То есть, вот тебе священные книги, вот тебе обряды, ритуалы, вот тебе правила поведения, живи этим, Богу больше ничего от тебя не нужно. Нет, открывая мир, люди открывают Бога. Познавая мир, они познают Творца. Ну, как, допустим, кто коллекционирует скрипки Страдивари, тот неизбежно узнает много о Страдивари, не так ли? И испытывают к нему гораздо больше почтения, уважения и любви, чем вот мы, люди, которые просто слышали это имя и знаем, что такой мастер скрипичный когда-то существовал. Но они неизвинительны, то есть они тем самым на себя навлекают большую вину. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они точно не обрели Господа его? Важнейший вопрос. Я напомню, книга пишется в Александрии, почти наверняка Александрийская библиотека. Центр науки, культуры, искусства, ремесел древнего мира. И евреи, вот те, которые читают эту книгу, уже говорят по-гречески, между прочим, потому что язык великой культуры, литература, язык Платона, Аристотеля, Исхила, Софокла и множество поэтов, начиная с Гомера. И они не могут сказать, ну, это какие-то примитивные, тупые греки, которые ничего не создали, создали величайшую цивилизацию. Мы до сих пор восхищаемся греческим искусством, культурой, между прочим, греческим алфавитом пользуемся. Наши буквы, кириллицы, это несколько видоизмененный греческий алфавит. Но они не познали Бога. Как же это так? Это некая трагедия. Но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами делорук человеческих, золото и серебро, изделия художества, изображения животных или негодный камень. Дело давней руки. Но Египет — это еще и страна языческих культов, где огромное количество самых разных идолов. Многие из них прекрасны, опять-таки, древнеегипетское искусство. Кто же о нем не знает? Не только пирамиды, но и статуи, и фрески. Совершенно прекрасные. Но проблема в том, что они перепутали творца Вселенной с этими изделиями собственных рук, даже если они хороши. Или какой-либо древодел, ну, мы назовем сегодня его скорее столяром, вырубив годное дерево, искусственно снял всю кору и, обделав красиво, устроил из него сосуд, полезный к употреблению в жизни. А обрезки от работы употребил на приготовление пищи и насытился. Ну, то есть, дрова, да. Один же из обрезков, ни к чему негодное, дерево кривое, сучковатое, взяв, старательно округлил на досуге. С опытностью знатока, обделав его, уподобил его образу человека или сделал подобным какому-нибудь низкому животному. Намазал суриком красная краска. Покрыв краскую поверхность его и закрасил в нем всякий недостаток. О, технология, да, изготовления. Прямо рецепт столярного дела. И, устроив для него достойное его место, повесил его на стене, укрепив железом. Ну, чё ж, хорошо. Деревянная скульптура, прекрасно, да. Элемент декора очень красивый, я люблю такое. И так, чтобы произведение его не упало, он наперёд озаботился, зная, что оно само себе помочь не может, ибо это кумир и имеет нужду в помощи. Да, но он его не для украшения повесил, а чтобы почитать как божество. Моляй же пред ним о своих стяжаниях, то есть о доходах, о браке и о детях. Он не стыдится говорить бездушному, и о здоровье вызывает к немощному. О жизни просит мёртвое, о помощи умоляет совершенно неспособное, о путешествии, не могущее ступить, о прибытке, о ремеслее, об успехе рук, совсем не могущее делать руками, о силе просит самое бессильное. Да, это частый мотив, он у пророка встречается, как смешон язычник, изготовивший из деревянных каких-то, обрезков даже, да, вот что-то такое ценное он делает из основной части, а из обрезочков там можно сколотить какую-нибудь табуреточку кривоногую, да, можно сделать с идола, и можно вообще это всё в огне сжечь, потому что надо на чём-то суп себе сварить. Вот, и это такой постоянный мотив, но ещё ведь это вопрос, вот насколько трагичное язычество, да, человек обращается к тому, что не может ему помочь, и дальше вот перечисление, а здоровье вызывает к немощному, а жизни к мёртвому. Но ведь очень часто, вот сегодня, пожалуй, довольно мало людей, которые молятся идолам в прямом смысле слова, то есть вытёсывают себе из полена башка, ставят его на полочку, вешают на стеночку и перед ним бьют поклоны. В общем, я такого не видел. Может быть, где-то есть, но вряд ли широко распространено, но очень часто люди делают своим идолам совершенно другие вещи. И это может быть какая-то идея, это может быть какая-то фигура, да, недаром вот есть выражение, там поп-идол, например, да, имея в виду, что никто не падает перед ним, ниц, и вообще-то живой человек, но что на него переносятся какие-то высшие ценности. Конечно, нельзя сказать, что он абсолютно беспомощен, бездушен и недвижим, это так, или это может быть в политике, где угодно можно выбрать себе такого идола. Главное, что он не может помочь, что это тоже человек со своими недостатками. А уж идея, ну, когда-то в нашей стране идеи коммунизма сделали, главного идола, или там из мертвого тела Ленина, которая лежала и до сих пор лежит в Мавзолее, и уж, конечно, тоже абсолютно к нему подходит. То есть титл можно сделать абсолютно из чего угодно. Но в те времена, в общем-то, людям как-то не очень это было понятно, поэтому следующая 14 глава будет посвящена тому же самому обличению дало поклонство. Субтитры создавал DimaTorzok